Всему виной человеческий фактор. В Черногорске в огне погибли домашние животные. Владелица попыталась соорудить некое подобие обогревателя из мощной лампы накаливания. Это и послужило причиной пожара. В целом, за минувшие сутки в Хакасии произошло четыре возгорания. А с начала года, согласно оперативным данным, зафиксировано почти две тысячи пожаров. Погибли 26 человек, еще 25 травмированы. Наибольшее число огненных происшествий зарегистрировано в Абакане, Устебаканском районе, Черногорске, Ширинском районе и Саяногорске. Причем свыше 70% от общего числа пожаров связаны с неосторожностью в обращении с огнем. Больше никакой бумажной волокиты. Начислять все социальные выплаты, включая пенсии, пособия на детей, по временной нетрудоспособности, будет единый фонд пенсионного и социального страхования. При этом большинство мер соцподдержки будут назначаться без лишних справок и по одному заявлению, а иногда даже без него, проактивно, при возникновении у человека права на ту или иную выплату. Закон об этом публикует сегодня российская газета. В документе говорится, что единый фонд пенсионного и социального страхования начнет работать с 1 января следующего года. Он создается путем преобразования пенсионного фонда России и присоединения к нему фонда соцстраха. Таким образом, оформление выплат ускорится еще и за счет того, что не потребуется делать межведомственные запросы, пояснили в Минтруде. Сегодня часто по одной и той же жизненной ситуации человеку приходится обращаться в оба фонда. Объединение фондов никак не отразится на гражданах, которые уже получают пособия. Вновь подавать документы и обращаться за выплатами не потребуется. Вузы и абитуриенты на финишной прямой. В России началась последняя неделя приема документов в профессиональные учебные заведения. 25 июля в 23.59 прием документов закроется и на госуслугах, и в личных кабинетах на сайтах вузов, и уж тем более лично, пишут известия. 27 июля вузы опубликуют конкурсные списки. До 28 числа согласие о зачислении и оригиналы аттестатов нужно предоставить выбранный вуз льготникам и олимпиадникам, а тем, кто идет по основному конкурсу, срок до 3 августа включительно. Важно, если вы подавали документы через приемную комиссию вуза или личный кабинет на сайте университета, то оригинал документа об образовании нужно нести в вуз лично. Если документы подавались на госуслугах, то делать этого не нужно, достаточно подать согласие на зачисление в электронном виде. Согласно рейтингу ведущих вузов, в этом году традиционно популярны у ребят менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, журналистика, зарубежная регионоведение и международные отношения.